Марафон для интеллектуалов. В областной публичной библиотеке прошла южноуральская книжная ярмарка. С горожанами встретились известные российские и чулябинские писатели. Сверили модные направления, темы и сюжеты. Наталья Драчева перелистала современные и проверенные временем издания. Магия, ведьмы и драконы, а еще пришельцы, звездолеты и прочая космическая пыль. Герои Ольги Пашниной живут в другой реальности. И хотя по ночам ее преследует зомби-апокалипсис, романы в стиле фэнтези с удовольствием принимают ведущие столичные издательства. Они ведут набор постоянно новых авторов. Новых авторов очень не хватает, они требуются. Я просто отправила им. Посмотрите, вот на мои тексты они сказали. Супер, берем. Задать авторам любой вопрос, услышать о планах и взять автограф можно на южноуральской книжной ярмарке. Перед горожанами выступили около двух десятков писателей, приняли участие свыше 30 издательств. Свою новую книгу представляет признанный мастер пера Нина Пикулева, а рядом восходящая звезда Артем Мудовицкий. В рассказах 13-летнего школьника все происходит в загадочной нейтралии. В одной книге там Леша к Мите приезжает в нейтралию, ну там про разное, про знакомство в сети там тоже есть. Мария Найденова делает иллюстрации к латиноамериканским авторам. На книжной ярмарке всех желающих обучают любимому скетчингу. Собственных рисунков набралось уже на несколько альбомов. Это своего рода инстаграм для художников. Скетчинг, он, наверное, очень близок к авторским дневникам, когда ты что-то делаешь даже больше для себя. Ты хочешь запомнить это место, тебе хочется в поездку взять с собой блокнот и зафиксировать то, что, например, не ухватит твоя камера. А это лавка букиниста, книги, которые когда-то были у челябинцев, но потом стали им не нужны. Интересно, что было найдено в таких книгах, это, например, приглашения, деньги, фотографии. Здесь теперь целая выставка и даже наклейки, переводки. Еще более древние издания на выставке редких книг. Здесь не только свои экспонаты. Помогли музеи, институты, частные коллекционеры. Библиотеки, признаются, давно не видели такого ажиотажа. Челябинцам явно не хватает живого общения. Мы счастливы от того, что на все получается. Интересные авторы, удивительная публика, полные залы. Атмосфера, которая безумно всем нравится. В ДАР библиотеке авторы оставят свои работы. В основном это художественные произведения. И уже в декабре их можно будет взять, почитать даже домой, когда откроется городской абонемент. Наталья Драчева, Андрей Анисимов, Вести Южный Урал.